Добрый день, дамы и господа! Хочу сегодня еще раз поговорить о обоснове демократии в США, первой поправке Конституции, о праве высказывать свои убеждения, собираться мирно, митинговать, демонстрировать, обращаться в правительство и вставлять свои требования. Первая поправка Конституции – это креугольный камень наших свобод. В чем ее смысл? Если люди говорят что-то, что тебе нравится, или то, что нравится правительству, никто их не будет затыкать и преследовать за это, правильно? Фокус в том, чтобы не затыкать и не преследовать тех, кто говорит что-то, что ты ненавидишь. А ты, очевидно, будешь говорить что-то, что они ненавидят. Разница между варварскими режимами и управлением с помощью насилия, значит, толпы или правительства и Соединенных Штатов Америки как раз и заключается в том, что там нельзя говорить то, что руководство там или толпе не нравится. А у нас можно. Было можно. Вернулся я к этой теме, потому что после моей беседы с радиоведущим Юрием Рашкиным, в числе прочего, я сказал, что атмосфера для консерваторов в колледжах, на кампусах так накалилась, что они боятся сказать, что они не либералы. А тех, про кого известно, что они там, скажем, республиканцы или консерваторы, вот студенты, преподаватели, администрации, колледжи делают их жизнь достаточно сложной, иногда непереносимой, и они выдавливаются или просто увольняются. Сноска. Уволить можно только по окончанию контракта, значит, можно его просто не продлить, либо не дать то, что называется тенор, то есть так называемое постоянство в университетах, постоянство работы, значит, придуманного именно, чтобы профессора не боялись высказывать свои мнения вслух. Это было введено, когда левые боролись против косности руководства и боялись открыть рты, чтобы их не уволили. Так вот, я утверждал, значит, в этом был смысл сказанного, что ситуация поменялась на противоположную, и сейчас правые, ну, или просто не левые, значит, убираются с глаз долой, если что-то там скажут, что не нравится начальству или толпе. Толпа там, значит, такая, значит, студенты вместе с профессорами. По типу того, что, значит, только что на гугле уволили инженера за то, что он в блоге написал, что женщины и мужчины отличаются друг от друга. Значит, на него был повешен ярлык, что он там то ли гомофоб, то ли кто-то еще, в общем, фашист. Значит, не помню точно, что сказали конкретно, какие эпитеты, значит, и вот за этот фашизм его и уволили. А Фейсбук начал закрывать странички тех, кто с их точки зрения фашист, нацист, там, так сказать, супраматист, там, кто-то такой. Ну, а заодно закрыли, значит, группу, обсуждающую изменения иммиграционной политики США. Вот. Как бы сказать, скажав, что и они тоже нацисты, там, фашисты или кто-то еще, значит, класс просто, правда? Завтра Гугл, Фейсбук, Твиттер и прочие решат, что все, кто скажут за Израиль, они фашисты, и раз, будут стерты. Или все, кто против приезда, там, большого количества беженцев из Ближнего Востока в США, фашисты, раз, опять же, стерты. Без суда, без следствия, без закона. И вот это и есть то, из-за чего я бью в колокола. Я четливо понимаю, что Гугл, так сказать, Фейсбук, там и прочее, это частные компании. Значит, я пытаюсь объяснить вам ситуацию, как она может быть, как она уже начала развиваться сегодня, к чему она может прийти завтра. Одной из реакций на мое выступление было предложение от некого Александра Лихтмана сообщить фамилии хотя бы двух профессоров, которых выжили, вытеснили или уволили из университета. С моей точки зрения, эта информация о проблеме с первой поправкой Конституции в колледжах настолько распространена, настолько известна и настолько обсуждаема, что можно ее легко найти самому. Это минут за 10-15. Я ответил, идите и поищите сами, а если вам самому не хочется этого делать, то тогда можете меня нанять по умеренной цене в 400 долларов в час. Кстати, цифра 400 долларов не выдумана, это то, что я получаю за консультации. На что Лихтман ответил, что мое требование оплаты времени на поиск несуществующих объектов, то есть он заранее решил просить меня найти, но знает, что они не существуют. Так как я занимаюсь инсинуациями, он написал, да, инсинуациями, и по уровню моей глупости и нахальства, это прямая цитата, это можно сравнить только с утверждением, что Мексиков заплатят за стену. Я тогда же послал сноску на статью в Нью-Йорк Таймс о либеральной предвзятости в колледже и предложил Лихману начать свое исследование оттуда. И получил еще несколько плевков в издевательской, довольно, так сказать, покровительственном тоне. С окончательным приговором поздравляю вас, господин Саврамши. Значит, чем господин Лихман показал, что он знает отечественную литературу. Меня, а давно уже, много-много лет, но совершенно не трогают, так сказать, крики, вой и тому подобное. Потому как все так накалилось, что почему-то вместо нормальной дискуссии все это вызывает какие-то, так сказать, постоянные называния друг друга, скажем так сказать, нелицеприятными эпитетами. Вот. И не очень тронул, честно говоря, радостный вой той стаи, которая сопутствует этому самому господину Лихману. Да. Но факт, что нормальные люди, не зараженные ненавистью, могут подумать, что, может быть, меня действительно на чем-то поймали, заставил меня вернуться к материалам, которые я собирал, ну, приблизительно несколько лет тому назад, когда был членом Центрального комитета либертарианской партии. Значит, в это время я общался с профессором, значит, не хочу называть ее имя сейчас, не знаю, она не дала мне права называть ее имя, сотрудничающей с National Association of Scholars, кстати, ее имя не важно, вот, причем самой, она сама пострадала в результате некой политической предвзятости на кампусе. Вот. И она занималась, вот, внутри этой организации защитой профессуры со взглядами, отличающимися от либеральных, от притеснения. Кстати, веб-сайт этой организации, где они документируют нарушение первой поправки Конституции, www.nas.org. Значит, тогда же я познакомился с еще одной организацией, занимающейся защитой студентов, уже не профессоров. Значит, называется она FIRE, Foundation for Individual Rights, www.thefire, T-H-E-F-I-R-E.org, а также Association of Trustees and Alumni. Угу, я. А, ACTA, www.acta.org. Из-за постоянных нарушений первой поправки и давления на студентов на кампусах, значит, Мортон Blackwells Leadership Institute, есть такая серьезная организация, создал даже программы по обучению студентам, как не впасть в депрессию и выставить постоянное давление левых на кампусах. И давление идет как от студентов, так и от профессоров. Самое яркое подтверждение левого уклона в университетах и нетерпимости к инакомыслию – это отказ университетов приглашать лекторов, исповедующих иные взгляды, отличающиеся от разрешенной на территории этих учебных заведений политико-экономической системы, либо мышления. То есть, ну, давайте объясним это простыми словами, если ты не социалист или кто-то, кто очень близок к социализму по взглядам, то тебя не пригласят на встречу со студентами. Если пригласили, то постараются, значит, не допустить и выжить. Во-первых, не приглашают, но если вдруг кто-то по недосмотру или из-за инициативы студентов-республиканцев все-таки, значит, прорвется, его пригласили, то в последний момент администрация очень многих университетов занимается тем, что пытается отменить эту встречу, ссылаясь обычно на страх протестов. Значит, с 2000 по 2016 год вот эта вот файер насчитала 46 получивших широкую огласку случаев такого отказа. О том, сколько раз таких спикеров просто не разрешили пригласить, мы уже даже не говорим. В нескольких университетах, значит, отменили извительного, высказывающего, провоцирующего публику и невероятно популярного, Мила, значит, есть такой Миро Яйнополис, Яйнополис, вот так, у которого каждое его выступление, между прочим, смотрят на Ютьюбе по нескольку миллионов человек. Кроме него, если даже считать, что он такой, вообще, так сказать, вызывает реакцию студентов, у кого-то от него болит голова, у кого-то зубы, так сказать, у него поэтому не принимают, что он там ужасный. Ну, отменили еще Кандализу Райс, бывшего госсекретаря, который уж точно не фашист. Значит, отменили точно так же, значит, в последний момент бывшего начальника полиции Нью-Йорка Раймонда Келли, отменили руководителя Международного валютного фонда Кристен Лагарде, Лагарде, не знаю, как точно произносить, значит, известного журналиста Джорджа Уилла, бывшего президента Беркли, Роберта Бергенау и других, и других, и других. Всех этих лекторов отменили из-за того, что их позиции на темы расовой дискриминации, религии, особенно и слава, абортов и так далее, не совпадали с радикально левыми позициями леватской идеологии университета. Поэтому их нельзя слушать, конечно, не дай бог, они там зарубят сомнение в голову у студентов, да. Студенты должны знать, что есть одна линия, называется генеральная. Даже когда консервативные лекторы приезжают и уже на месте и готовы начинают читать лекции, администрация университетов позволяет левым студентам врываться на лекции, кричать, топать ногами, шуметь, и не давать другим слушать эти лекции и знакомиться с иными мнениями. Для чего мы детей посылаем в университеты, чтобы они начали анализировать, учились понимать, решали что-то. Нет, нет, другого мнения быть не может. Есть генеральная линия, значит, от нее нельзя отступать. А если эта генеральная линия кривая? Даже когда протестующие начинают физические атаки на лекторов и пришедших их послужат студентов, если кто-то хочет, господа, получить подтверждение, сами ищите этого, достаточно много на интернете, администрации смотрят в сторону и предлагают нелиберальным лекторам быстренько закончить лекцию и уезжать для их же блага. Проблема нетерпимости к любому инакомыслию в университетах зашла так далеко, что ею занялся Конгресс США. В июле недавно 2017 года представители обеих партий заявили, что происходящее в академии, в академической среде, недопустимо. Ну вот Конгресс считает, что недопустимо, а Лехтман и его друганы считают, что бизнес is usual. А я, значит, лгун, трампун и не помню, что еще. Ну, на слушаниях в Конгрессе выступали студенты, профессора, администрации, организации, занимающиеся отслежкой нарушений Конституции. Особое возмущение вызвали примеры отмены приглашений консервативных лекторов и запрет студентам высказывать их консервативные взгляды. Конгресс, возможно, приостановит государственные дотации тем университетам, в которых администрация не обеспечивает действия первой поправки Конституции. Это предложение сейчас обсуждается, и оно обсуждается, и положительно обсуждается представителями двух партий, а не только одной. 27 апреля этого года Беркли запретила Энн Колтер говорить с консервативными студентами в университете, мотивировав это тем, что некоторым студентам это может не понравиться, и они могут выйти протестовать. Вот, профессор, значит, Мак Адамс потерял тенор, ну, постоянство, мы о нем уже говорили, да, из-за того, что написал в своем блоге, что преподаватель, его коллега, заявил студентам, что двух мнений о том, что гомосексуалисты должны иметь право брать детей на усыновление, быть не может. Профессор Мак Адамс написал, что с его точки зрения две точки зрения существуют и должны обсуждаться. За это 28 октября 2014 года, то есть все это происходило в 2014 году, господа, значит, когда я вот и занимался, собственно, поисками этих материалов, он потерял право на постоянство в университете, после чего университету уволил Мак Адамса, который, кстати, получил приз за выдающиеся успехи в обучении студентов. Другой совершенно человек, Джон Миллер, экономист, начал преподавать Смит Колледж в 1996 году, написал статьи, писал статьи кучу, даже написал и издал книгу, монографию, вел курсы. Однажды он написал статье для Nature Review, куда он тоже часто писал что-то, что в колледжах засилие либералов, что если не поддерживаешь им взгляды на политику, то тебя не продвигают и не дают постоянство. Когда пришло время продлевать с ним контракт и дать ему теннер, его прокатили. Позже объяснив, что он, конечно, хороший преподаватель и ученый, но то, что он написал в этой одной конкретной статье, его коллегам пришлось не по вкусу и показало, что он им чужой. Через два года, и после того, как история стала широко известна, его тихо и без фанфар приняли обратно. И теперь он единственный консерватор на кафедре, а возможно и во всем колледже. По крайней мере, в Смит Колледже, когда спрашивают, а у вас как только одни либералы, они говорят, нет, ну что вы, мы толерантны, у нас тоже есть консервативный профессор. Как в СССР, мы не деземиты, вот у нас в президиуме есть один еврей. В 2015-16 годах, значит, были приведены исследования Reason Group и выявили, что 58% студентов имеют положительное мнение о социализме. 56% положительное о капитализме. Вот как это возможно? 58 плюс 56, с моей точки зрения, 114%. Так не бывает. Значит, были студенты, которые одновременно любили и капитализм, и социализм. Интересно, что когда у студентов спрашивали, значит, не про капитализм, а как-то относятся к свободному рынку, то 72% говорят, очень хорошо. То есть, они не понимают, что капитализм, 56%, которым нравится, и свободный рынок, 72%, это одно и то же. А социализм, 58%, значит, совсем другое. У меня есть несколько друзей, у которых политические взгляды их детей полностью поменялись после года в колледже. Ну, я думаю, что в основном под давлением среды, значит, а не профессуры или там не демократической партии. Я считаю, что студенты растеряны, не понимают, что происходит, хрохорятся, делают вид, что они вообще все знают, все понимают, задираются, ну и просто любят громко покричать. Я думаю, что необходимо доносить до них правдивую информацию, а не пропаганду, и учить их думать и оценивать происходящее событие, и закладывать в них эту основу их оценок, значит, как можно раньше. Значит, не делай ближнему то, что ты не хотел, чтобы он делал тебе. Это очень важный принцип, которому хорошо бы обучить всех наших детей. Иными словами, наша задача учить, пока мнение молодежи не сформировалось, потом будет значительно сложнее, пока до них не достали либералы. Поэтому так важна реформа образования на уровне школ и возможность выбора школ родителями. Улучшение обучения начнет выталкивать меньшинство из бедности и начнет формировать из нашей молодежи реалистов. Ну, а главное, индивидуалистов, несмотря на то, что это слово считается ужасным среди огромного количества людей, которые считают, что племя важнее, чем члены этого племени. А, значит, сегодня-то они являются толпой, в которой индивидуализм, так сказать, может быть, и имеет свое мнение, но когда смешивается с толпой, он теряет от свое мнение, он вместе, так сказать, качается в такт вместе со всеми. Значит, были два очень известных профессора и есть, почему были. Одного зовут Джон Шиллз, а другого Джошуа Данн. Значит, оба работают в университетах США и делали известное теперь исследование о консервативных профессорах в университетах США. По их утверждению, значит, в академических кругах быть консерватором – это, как раньше было, быть гомосексуалистом. То есть страшно, если узнают. Сиди тихо, молчи и делай вид, что обожаешь социализм. Многие профессора просто отказывались встречаться с ними, даже просто поговорить. Один назначил встречу в парке, в миле от университета. Они говорили, как они говорят, со 153 профессорами. Более 50 из которых просили не называть их имен, боясь, что их выгонят с работы или лишат постоянства. Господа, нежелающим видеть действительность и страшную опасность, заложенную в красно-коричневых военизированных группах, кстати, одетых в черное, в упорном стремлении профессоров и студентов наших вузов отменить или обойти первую поправку Конституции, которая является залогом и основой нашей демократии. Вы только что получили ответы на ваши вопросы. Получили то, что за час или полтора вы могли бы найти на поисковиках сами. С датами, фамилиями, свидетельствами очевидцев, даже с озабоченностью Конгресса. И теперь вы знаете, что сегодня во множестве университетов правит либеральная ига. Что на профессоров и студентов нелиберальных взглядов не распространяется лозунг о том, что разнообразие это хорошо. Но даже если вы не поняли, не согласны, не принимаете фактов, я не желаю вам зла, я не считаю вас сволочами, идиотами, путиноидами или коричневой чумой. Я просто не хочу, чтобы мои и ваши дети попали в ад социализма. Куда, с моей точки зрения, вы так тщательно стремитесь. Я правда хочу верить, что вы не знаете, не понимаете, что творите. И верить, что вы думаете, что вы боретесь с эфемерным фашизмом в Америке. С фашизмом, которого практически нет. Нет. Что бы вам ни говорили CNN, MSNBC и тому подобное. Но при этом вы позволяете действительно фашистам, действующим просто под другим именем, вы позволяете им изменить Америку и превратить ее в унылую уравниловку, из которой мы бежали. В следующем моем монологе я еще раз поговорю о фашистах, о расистах, всех мастей и о реальных опасностях, подстерегающих Америку. С цифрами, данными, документами, анализом видеоматериала. До скорой встречи. Продолжение следует...